Доброе утро! Спасибо, что пришли. Скажите, Тимур, как начинаете утро обычно? Вы знаете, утро для меня это самое любимое время дня, и у меня с утром связано очень много ритуалов. Я стараюсь ложиться рано и раньше просыпаться, потому что я гораздо более продуктивен утром, нежели вечером. То есть вы жаворнок? Абсолютный, тотальный. Поэтому встаю рано. В первую очередь, проснувшись, я ничего еще не успев сделать, стянув одеяло, иду и перемалываю зерна кофейные и завариваю кофе. И пока в 7-8 минут варится мой кофейник, я иду и занимаюсь, умываюсь и прочими делами и так далее. Я читаю по утрам, я настраиваюсь, затем я готовлю, завтракаю, делаю разминку, смотрю телевизор и иду на работу. Интересно. Интересно. Два-три часа вы проводите с утра? Да, да. Счастливый человек, я вам хочу сказать. Мне очень важно с утра настроиться, приготовиться к дню, чтобы был продуктивным, потому что дни в последнее время очень полные, очень насыщенные. Поэтому это такое время для меня, когда я могу с собой время проводить, настраиваться духовно, эмоционально и идти. А что вы читаете по утрам? Сейчас я читаю «Приключения кавалера и клея». Это интересный такой роман про двух еврейских мальчиков, которые переехали, не переехали, а были вынуждены во время довоенной геноцида уехать в Америку, в Нью-Йорк. И они впоследствии основали издательство комиксов и стали очень успешными. Но один из них вынужден был перебираться в гробу, то есть с мертвецом. Там увлекательные приключения, полные мистики, хотя на самом деле там нет ничего сверхъестественного, но потрясающая книга, очень интересная, мне нравится. И я большой фанат комиксов, поэтому для меня это особенно важное произведение. Здорово. Тимур, у каждого человека, который пришел в творчество, есть свой путь, есть свой либо наставник, пример. Что послужило вашим призывом в творчество? Не знаю. У меня не было, наверное, какого-то вот прям эталона, на который я ориентировался, но очень рано я начал писать стихи. В возрасте 6-7 лет, когда мы только научились писать с двоюродной сестрой, мы основали группу из нас двоих, которая называлась «Летние дожди». Недавно я нашел тетрадку. Поэтический дуэт? Да. Нам казалось, что мы поем. На самом деле мы придумывали странные рифмы на слова вроде пилюли и так далее. И просто, да, да. Я не знаю, как это укладывалось в нашей голове. Идти сходить в театр сегодня с Магулией. Например. Да, например. Вот. Впоследствии я приехал учиться в Алмату из своего родного города Казаларда, поступил на переводчика, что мне очень нравится, я очень люблю языки. Несколько языков, да? Да. Я говорю, естественно, на казахском, так как закончил школу казахскую на русском, на английском. Я изучал турецкий, испанский и прочие языки. Но вот на этих трех я говорю абсолютно легко, свободно, я их люблю и так далее. Примерно в 2005 году я впервые написал текст для песни для молодой команды, которая сейчас уже не существует. И дальше больше. Мы с моим хорошим другом Эмилем Досовым, известным музыкантом и продюсером, начали вместе заниматься творчеством, музыкой, работать с нашими известными очень артистами. И оттуда, из музыки, я далее пошел в съемки клипов, в продвижение артистов, в менеджмент, впоследствии в телевидении. И сейчас основная моя работа, это как раз таки уркроство каналом Гаку, новым музыкальным телеканалом, который совсем недавно у нас запустился в Казахстане. Сами на экран не рветесь? Ну, не так шибко. Но тем не менее, Тимур очень неузнаваемый, я думаю, лицо в нашем шоу-бизнесе. Спасибо. Да, поэтому... Я думаю, что может быть это и случится, да, когда-нибудь, что вы запоете. Нет, пою я очень давно, просто я пою не на сцене. Да, пою для друзей, с своими друзьями, очень много для... Тоже прекрасно. Да, спасибо большое. Тимур, все-таки вы для меня являетесь символом некого локомотива, может быть, на данный момент не самого основного, но уже такого потенциально подающего. Нет, на самом деле, это мое личное мнение. Вот скажите, какие видите вы проблемы, которые нужно сейчас решать, вместе сплотившись, проблемы нашего отечественного шоу-бизнеса, музыки нашей? Вы знаете, мне очень часто, я себе напоминаю, потому что я критикан очень страшный, я больше, конечно, могу зацикливаться на негативе, но я себе напоминаю, что лучше всего, наверное, думать не о проблемах, а как бы это сформулировать. Лучше думать о том, где я могу совершить перемены, вот в моем конкретном случае. Я сейчас очень радуюсь, потому что я вижу, какое огромное количество появилось молодых артистов, которые работают сами, которые пишут себе сами. Есть замечательные примеры у нас замечательных певиц и певцов, которые настолько талантливы. И теперь, наконец-то, у них тоже есть возможность выдавать это все, и благодаря телеканалам, и благодаря интернету. Рост неизбежен. Рост качественного количества в нашей стране в плане творчества, я думаю, абсолютно неизбежен. Я в это верю. Я думаю, что то, что еще меня радует в последнее время, это то, что артисты наконец-то начали общаться. Я вижу тенденцию, что они взаимодействуют, что больше нет маленьких кланов, разделений между усобиц. Я вижу, что мы двигаемся все вместе. И это здорово, потому что нас и не так много в действительности. У всех абсолютно разная аудитория, и почему бы нам не сплотиться? И этому я очень рад. Как же прекрасно с утра общаться с такими интересными, интеллигентными, творческими людьми. Мы к нашей беседе еще вернемся, а сейчас давайте прервемся и посмотрим материал наших корреспондентов. Я твой Бог. Главный герой живет в маленьком городке близ Баренцева моря, ведя свой скромный и порядочный образ жизни. Но в один момент все меняется, когда мэр города пытается конфисковать почти все его имущество, дом, автомастерскую и его собственные земли. Главный герой прибегает к помощи старого друга по армии, ныне уважаемого адвоката, который определяет единственный способ борьбы с политиком. Найти на него компромат, что приводит к неожиданным последствиям. Нет, ничего не понимаю. Эта картина вошла в основную конкурсную программу 67-го Каннского кинофестиваля и сразу после показа была высоко оценена мировой кинопубликой. На смотре фильм был удостоен приза за лучший сценарий. И уже приз за лучший иностранный фильм на 32-м международном Мюнхенском кинофестивале никого не удивил. В любом случае, этот фильм стоит вашего внимания в ближайшее время во всех кинотеатрах страны. Друзья, мы снова в нашей студии, и гость у нас талантливый Тимур Балмбетов. Для тех, кто недавно к нам присоединился, я напомню, что Тимур сказал, что знает очень много языков. Нет, я изучал очень много языков. Изучал много языков, да. Хорошо, я знаю три всего. Но я изучал испанский, турецкий в университете, когда-то изучал арабский, португальский. Ну, немало, немало. А в изучении языков у каждого человека есть какой-то свой метод? Вы знаете, у меня нет никакого метода. Мне кажется, вот я искренне верю в то, что слух музыкальный очень помогает с языками. Согласен. Очень помогает с произношением, с акцентом и так далее. И, наверное, лучше всего я говорю на английском, что никого сейчас не удивишь этим, из-за того, что он мне был интересен более всех остальных. И поэтому я решил, что я добьюсь в нем совершенства. У меня смешная была такая в голове идея, когда я учился, чтобы я говорил по телефону, и человек на том конце провода не догадался бы, что я иностранец. И очень часто, когда я бываю в Соединенных Штатах, меня спрашивают, из какого штата я приехал. Потому что очень сложно по такому универсальному акценту догадаться. Хотя я могу включать южный акцент, какой-нибудь северный акцент. Но вообще ученые говорят, что занятие изучения языков, это не сколько даже цель должна быть, а просто сам процесс, потому что он очень полезен для мозга. Для памяти. Да, потому что развивать память предотвращает болезни склероза, Альцгеймера, старение мозга. Поэтому язык нужно просто брать, как заниматься физической культурой. Не обязательно ставить цель, я поеду в эту страну, либо буду работать в какой-то компании, а просто как процесс для того, чтобы ваш мозг всегда был активным, свежим. Молодым. Молодым. Ну и тем более дополнительные языки. Я думаю, никому в этой жизни еще не помешал. Я тоже. Тимур, мы в курсе уже, что в сентябре, где-то в середине сентября, в Алма-Ате, ко дню города, я правильно понимаю, пройдет фестиваль музыкальный. Расскажите немного о нем. Все верно. Какие артисты будут принимать участие? Артисты будут принимать участие самые любимые, самые лучшие. Мы планируем этот фестиваль ежегодным, в этом году он первый. И уже сегодня около 60 артистов репетируют, подтвердили свое участие, в том числе и вы. И мне очень приятно, что вы поете любимые народом песни на нашем фестивале. Это будет живой фестиваль, который немаловажно и очень интересно. В первую очередь для зрителей. И, конечно, это огромный подарок для артистов, которые любят работать с большими бендами. И у нас там оркестр будет играть. И я думаю, что это будет фееричное шоу, которое понравится всем-всем-всем любителям отечественной музыки. У нас нет западного хедлайнера, у нас нет российского хедлайнера, и мы делаем это осознанно. Еще одно пополнение в вашем амплуа – это режиссер дубляжа фильмов. Расскажите о вашем последнем опыте, что это была за картина, как она прошла. На самом деле, последний опыт был первым опытом в качестве режиссера. Я работал на наших дубляжных проектах до этого, но в качестве переводчика, редактора, укладчика, консультанта и так далее. А с этой работы фильм «Стражи галактики» или в казахском прокате «Галактика Сахшлара». Это был для меня первый опыт, и это было незабываемо просто, какое-то удовольствие сплошное. Это был такой аттракцион. Мне очень понравилось. Это была сложная работа, очень эмоциональная работа. Но когда несколько раз я выходил из зала и видел реакцию зрителей, именно на казахский дубляж, на наши шутки, на слова, которые мы используем постоянно в поседневной жизни, это перечеркнуло просто всё. Все переживания, все поздние вечера, часы на студии и так далее. И этот фильм до сих пор не снят с проката. Это удивительно. На самом деле, это прецедент такой. Обычно в прокате наши, точнее не наши, а фильмы голливудские, озвученные на казахский, не держатся очень долго, и я отслеживаю, он всё ещё есть, и это удивительно. Тимур, наша беседа подходит к концу. Если у тебя есть что сказать, пожелать нашим телезрителям камеру в твоём распоряжении. Мне бы очень хотелось пожелать всем казахстанцам, чтобы не только ваше утро, но и каждый день, каждую неделю были бы светлыми, приносили бы вам всегда побольше позитива, заряд бодрости. Мне в последнее время кажется, что у нас с вами всё получится. Я в это верю, и я надеюсь, что и вы с таким настроением будете каждое утро просыпаться, идти на работу, с радостью возвращаться с работы домой и проводить время с вашими семьями, друзьями и любимыми. Тимур, благодарим вас за интереснейшую беседу, за то, что пришли к нам в гости, и ждём вас снова у нас. Субтитры подогнал «Симон»